Сразу хочется обозначить к первой теме переходя, которую опубликовал новый вестник, карагандинское издание на своих страницах, что перелеты на рейсе, возможно, Караганда-Омск будут совершаться, возможно, до 7 раз в неделю. А необходимость нужна, именно поэтому давайте послушаем сейчас и поймем, в принципе, в чем здесь дело. На сегодняшний день отправиться в российский город Омск можно только со столицы Нур-Султана. Сейчас рассматривается вариант запуска малой авиации. Эти полеты способны снизить нагрузку на наземные пункты пограничного контроля, особенно летом, когда поток пассажиров увеличивается. Также от себя отмечу, что Новосибирск, Омск и Томск, вот эти города, они очень популярны. Это очень популярное направление из Караганды. Автобусами многие передвигаются не только студенты, но и те, кто просто хотят посмотреть другие города. Очень быстро, меньше суток можно добраться, в общем, за это время. К другому изданию «Казалардинские вести» рассказывают о том, что в регионе, в сельском округе Карл-Тобе подключили некоторые дома к природному газу. Теперь доступ к голубому топливу. Имеют порядка 300 домов. Это очень хорошая новость. Мы знаем, что на газу и гораздо быстрее, и удобнее готовить, и отапливать дом можно газом. И также давайте послушаем цитаты, которые мы для вас подготовили. До конца следующего года планируется подключить к природному газу сельский округ Аксуат. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 100 миллионов тенге. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Ну а следующая новость у меня сегодня в фаворитах, можно так сказать. Устинка Лайв сообщает достаточно интересную информацию. Спектакли, опера, балеты и живопись. Все это в проекте «Театр HD». Объясняю, что это за проект. То есть любой житель Усть-Каменогорска, кинотеатр «Юбилейный», можете посмотреть, кстати, на сайте или информацию в интернете, когда все это будет проходить, может на большом киноэкране увидеть шедевры мирового искусства, познакомиться с ними, то есть посмотреть лучшие спектакли мировые, послушать лучшую оперу или просмотреть величайшие картины, также послушать арт-лекции на тему живописи. Кроме того, в кинотеатре будут проводиться фестивали итальянского, британского, французского, иранского и корейского кино. Те фильмы, которые не считаются кассовыми и редко демонстрируются на экранах, смогут увидеть зрители. Директор кинотеатра также отметила высокое качество съемки, серьезное отношение к постановке света и обработке звука. Ну, я бы с удовольствием, если бы жил в этом регионе, сходил бы обязательно, хотя бы на один сеанс, на один какой-нибудь показ. Ну и в завершении новость с портала Алтай Ньюс. Учители информатики с учениками Назарбаев интеллектуальной школы создали робота, который играет на дамбре. Достаточно нетипичная новость. Также давайте послушаем подробности. Перед началом каждого учебного года я ставлю перед собой цели. Наша общая идея – изобрести что-то новое, что будет стимулировать школьников к творчеству, разбудит в них интерес к предмету. Рассказал руководитель проекта Бахбек Нурлы Бекулы. Напоследок хочется зачитать. Также робот исполняет QE по нотам, которые занесены в компьютер. Если он сфальшивит, то регуляторы вычисляют неправильную ноту и самостоятельно исправляют с это.